8 на 7 или 9 на 6 или 8 на 7 чего 8 на 7-то? семян ряды по площади еще удобно когда посередине один ряд один посередине и от середины уже в эту сторону и в эту сторону в 7 рядов по 8-56 но у тебя 6 семян не хватит я не заморачиваюсь я начинаю отсюда 5 и поехала 50 семян это примерно сантиметр на сантиметр так здравствуйте друзья сегодня сегодня мы начинаем посевы сегодня у нас бегония вечно цветущая вот такая вот интересная расцветочка у нее розовенький краюшек бегония должна быть беленькая и лист зеленый ну f1 чудесная баночка с пятью семенами 10 пачек но это да в одном уголку это вот такие семянки вот в таких вот капсулках гранулированные ну и покупали семена вот фирма говоришь обычные магазинные семена просто 10 пачек взяли 50 семян из них даже если схожесть будет не очень хорошая даже пусть пять растений вырастет то это нормально и так технология посева у нас самая обыкновенная я уже показывала мы используем для посева вот такие контейнер очки из-под лапши доширак там ротом вот они тепленькие туда насыпаем на дно насыпаем обычную нашу почву и сверху слой досыпается на поверхностный слой это чистый торф покажи алюш вот чистый торф и раскладываем спичкой обычной спичкой которую смачивает в воде немножко вот вот так цепляется гранулка и укладывается на поверхность вот и все нехитрое движение вот здесь вот уже 33 семечки легло посев поверхностный немножко увлажняется субстрат торф был немного подсохший потому что долго не работали с этим мешком его не открывали вот теперь увлажнили и все после раскладки семян все это дело будет накрыта пищевой пленкой и поставлена на свет семена очень мелкие и будут сходить на свету то есть на наш вот этот стеллаж здесь вот еще места есть свободные здесь я тут произвожу ревизию черенков вот отходы убираю вот поэтому все будет поставлено сюда и здесь будет сходить температура здесь примерно 20 22 градуса вот в этой теплой части у нас вот здесь все стоит у нас это ранние черенки здесь вот то что раньше черенковалась сейчас я это все просматриваю что-то поливаю что-то наоборот проветриваю в общем произвожу ревизию скоро будем переваливать вот эти черенки здесь очень много черенков с корнями работа кипит так у нас первый посев пошел это бегония вечно цветущая и так по срокам посева ну у нас получается сегодня вечер 27 декабря мы так готовимся к новому году к новому сезону вместо того чтобы наряжать елку мы срочно и сеем если посев эти сеемцы будут хорошо расти быстренько значит у нас есть шанс ее почеренковать и к сезону выйти с нормальным количеством семян опять же повторюсь 50 семян это вообще мало ну в надежде что будет все-таки несколько экземпляров хорошеньких шустреньких таких быстреньких мы их расчеренкуем потом сроки посева у вечно цветущей бегонии никак не регламентируются они могут только варьироваться вашими условиями и вашим собственным желанием можно было ее сеять и в ноябре и в октябре если таковое желание у вас было и были условия для посева то есть самое главное в зимние месяцы это конечно достаточное освещение но опять же искусственное освещение не всегда подходит ну а что мы можем другое предложить можем предложить только южное окно но опять же погода климат нам то что может дать то и дает поэтому мы сеем вот считаю уже в январе у конец декабря начало января пока всходы пока туда-сюда месяц как минимум это будет закрыто это будет под искусственным освещением а там уже и день будет прибавляться там уже будет повеселее немножко поэтому выбирайте сроки по своим условиям по своим возможностям и по вашим надобностям нет такого четкого регламента вот сеять конкретно за столько-то недель до высадки потому что бегонию всегда цветущую мы можем легко размножить и черенкованием то есть даже при наличии нескольких буквально растенец небольших можно их потом увеличить до необходимого количества ну на этом все не все не все что ты хочешь добавить самое главное сажать по лунному календарю ведь в третьем в третьем числе пятой неделе чего там чего там в лунном календаре календаре то есть не знаю я не читаю в общем возьмите четыре признака поделите их на три синие шарика и посадите бегонию и у вас вырусь вырастет апельсин ладно это это шутка такая действительно вопрос очень серьезный меня как-то спрашивали о лунном календаре пользуюсь ли я этими наблюдениями в общем-то луна это искусственный спутник земли естественно она оказывает влияние на жизнь на земле как на планете поэтому не учитывать ее нельзя но мы не пользуемся никакими лунными календарями потому что биологию еще никто не отменял ни один лунный календарь и когда мы предоставляем для проростка для семени для черенка необходимые условия для роста и развития никакой лунный календарь не запретит растению развиваться это как найти лунный календарь то есть если следовать ему и изучать его это все равно что искать цветущий папоротник 30 февраля ну да но есть люди которые верят но неважно во что верить может быть это и нужно верят и верят может быть у них от этого хорошо получается у нас в принципе получается и так неплохо ну на этом все дорогие друзья начинаем посевы кто спрашивал пожалуйста отвечаем почему мы так сеем способ посева самый-самый обыкновенный пока я тут с вами болтаю алёша уже практически до раскладывал семена ну и потом закроем пищевой пленкой поставим под свет и все и пока никаких манипуляций сверху мы их специально опрыскивать не будем потому что влажность достаточно в этой плошечке субстрат уже сырой такой даже я бы сказала сыроватый и поэтому я буду потом только наблюдать за тем чтобы конденсат убирать с поверхности пленки если будет лишняя влажность и все ну вот все